Привет, Вселенная! Это Сергей Ульянов, и сегодня 25 января 2023 года, 10.27 п.м. по калифорнийскому времени, среда. И каждый раз возвращаться к видеоблогу, как в первый раз, поэтому, если будут какие-то огрехи, принимайте меня таким, какой я есть. В общем, сегодня у меня такой день богатый на события, и как-то молчать о них я решил, что не предоставляется возможным, поэтому решил сегодня снять даже несколько видеоблогов, несмотря на то, что уже 10 часов вечера. В общем, первая история связана с тем, что сегодня впервые в жизни я прочувствовал, что такое, ну, это, наверное, будет громко сказано, в общем, я пережил первое в своей жизни землетрясение в США. Я не знал о том, что, я вообще не представлял себе, как это, что это, как это происходит, и сейчас я расскажу, как это было. В общем, я обычно уже в 10 часов вечера ложусь спать, и в 2 часа ночи у меня вот дома, в комнате, я сейчас вам покажу. Вот такой вот, видите, стоит heater, это, как это называется, обогреватель. И в последнее время тут по ночам холодно, и я периодически его включаю, не часто, но вот иногда приходится, и он достаточно дорогой, я все время переживаю, там, как он там, что с ним будет работать. В общем, он такой автоматически засыпает, просыпается, в общем, ночью я, прошу прощения, в 2 часа ночи ровно, я, мне снился какой-то странный сон, и я услышал какой-то, я не знаю, мне показалось, как скрип, вскрик, я не знаю, ну, в общем, это было похоже. Мне показалось, как будто вот этот heater, как будто бы он сломался, как будто он зазвенел, зажужжал, что-то произошло, и я прям вскочил с кровати, это, ну, вот, я еще никогда в жизни так не подскакивал, не просыпался, я никогда таких эмоций в жизни не испытывал. И, честно скажу, мне было очень страшно. Во-первых, мне было страшно за то, что сломалась эта дорогая вещь, и когда я понял, что он работает, что все в порядке, я встал, оглянулся. Мне, я подумал, что, может быть, в дом попали воры, знаете, вот как это вот сейчас вот выходит в марте 6-я часть моей любимой франшизы «Крик», и на днях вышел как раз-таки трейлер 6-й части, и я подумал, что, ну, в общем, и, наверное, под впечатлениями от этого фильма я подумал, а может быть, кто-то в дом, у меня сейчас уехал мой такой названный папа, да, мой главный ландлорд, человек, у которого в доме я живу, он сейчас уехал в командировку, и на East Coast, и... Как во всех американских фильмах, тут действительно часто есть вопросики, что кто-то не закрывает дверь. Тут этих дверей много, они все там, вот как во всех этих фильмах ужасов, они все стеклянные, всех можно разбить, вот, все прям, вот, все прям, как это есть. Да, тут действительно есть камеры, которые следят за тем, кто входит в дом или нет. В общем, я, ну, вы же понимаете, можете, наверное, меня понять, я встал такой спросон, и что произошло, непонятно, и я такой начал, вышел в кухню, очень так, на трясущихся ногах, потому что я подумал, что, может быть, кто-то там пытается какую-то мебель вытащить, я не знаю, что-то, компьютер там украсть из diner room нашей, и, может быть, что-то там за... Был какой-то звук такой, что кто-то что-то уронил или какой-то скрежет, как-то тянешь что-то, да, и я подумал, что, мало ли, я сейчас попаду на какого-нибудь маньяка или кто-нибудь захочет, ну, если кто-то действительно что-то ворует из дома, кто-то захочет меня остановить, и я так очень, я так осторожно выглянул, я понял, что все вроде на месте стоит, никаких шорохов, никаких, ничего нет, и сходил в туалет, ну, раз уж мы недостоверность событий передаем, но я какой-то, в общем, в этом состоянии какой-то вернулся обратно, лег в постель, и, конечно же, до самого утра я очень, очень плохо спал, и для меня эта история стала загадкой, в общем, потом началось утром, куча всяких дел, туда-сюда, побежал туда, и, в общем, я сейчас помогаю своему приятелю с переездом, и вот я приехал к нему, и он мне такой, такой, типа, говорит, слушай, а у тебя ты сегодня, типа, почувствовал землетрясение? Я говорю, какое землетрясение? Он говорит, ну, землетрясение было этой ночью, в 2 часа ночи, и если бы он не сказал, что в 2 часа ночи, я бы подумал бы, что нет, я ничего не испытывал, и как только он сказал в 2 часа ночи, до меня дошло, что это было первое в моей жизни землетрясение, это, честно говоря, очень непередаваемое чувство, это очень странно, особенно, когда ты ничего об этом не знаешь, и я подумал, что если бы вот мы с ним не встретились, я бы так об этом бы, наверное, и не узнал, и я начал гуглить статьи, оказалось, что действительно там из океана какая-то пошла сейсмическая волна, и я до того, как переехал в Л.А., я вообще, в принципе, не знал о том, что здесь бывают землетрясения, где-то, наверное, через месяц после того, как я переехал, я познакомился с другом моего ландлорда, мы сидели у него дома, ужинали, и он как раз-таки один из тех людей, который не разувается у порога, он американец при этом, не европеец, а именно американец, который разувается, я ему говорю, что я, он такой, типа, меня тоже попросил, я говорю, ой, слушай, меня просить не надо, я сам разуваюсь, я у нас тоже по дому хожу просто в носках, в основном все у меня дома ходят в обуви, я говорю, что мне это, ну, как бы тоже не близка эта история, я решил спросить у него, я говорю, а почему, расскажи, пожалуйста, почему люди в Америке ходят в обуви дома, вот, я говорю, ну, это же, наверное, не только потому, что, ну, то есть, типа, сухая погода, типа, из машины вышел, зашел в дом, ну, как бы из дома в машину, и ты, как будто бы по улице не ходишь, возможно, поэтому, ну, и как бы у каждого дома, в каждом доме есть клинер, который приходит каждый раз, там, да, раз в неделю убирает все эти полы, там, да, поэтому, наверное, такой необходимости нет. Он говорит, что на самом деле это сделано, потому что Л.А., Калифорния, это сейсмически активная зона, и что здесь раз в какое-то время, нечасто, но происходит землетрясение, и поэтому американцы носят обувь, это такая исторически сложившаяся особенность, что если вдруг что-то произойдет, что-то начнет рушиться, то чтобы ты был всегда в обуви и смог быстро выбежать из дома, вот, то есть, когда ты босой, ты же можешь, там, да, поранить ногу или зацепиться, или что-то, в общем, ты будешь двигаться медленнее, там, да, а в обуви ты можешь, там, условно, передвигаться быстрее. И для меня это было такое откровение, я делал даже на эту тему пост, когда об этом узнал в своем Телеграме. Кстати говоря, подписывайтесь на мой канал, если вы на еще не подписаны, я много чего рассказываю интересного про Америку, что-то типа такого, я думаю, что вы никогда об этом не знали, не слышали. Ставьте лайк этому видео, если вам нравится, и внизу мои соцсети, в общем. Когда я об этом рассказал, у меня как-то там ребята на канале как-то так скептически отнеслись к этой идее, я сказал, что, ну, если вы узнаете какие-то другие причины, напишите, пожалуйста, мне об этом в комментариях, если я не прав, я готов с удовольствием послушать ваши истории, ваши теории и так далее. Я даже, по-моему, гуглил что-то, но ничего нормального не нашел на эту тему. И вот такая вот история. Я, честно говоря, сейчас не погружался еще в то, как это отслеживать, где на это смотреть, как часто это бывает. Вот, но Калифорния большая, да, вот тут же сейчас, не знаю, знаете вы об этом или нет, вот с середины декабря до середины января был месяц дождей. Вообще дожди крайне редко бывают в Калифорнии. И сейчас вот произошел именно такой период, и Лос-Анджелес, в частности, абсолютно к этому не подготовлено. Соседние города, Калэй, тоже не подготовлены. И когда вот начал лить этот проливной дождь, у многих тут затопило улицы, выкладывали иллюзии в ТикТоке, в Инстаграме эти видосы, как они на машине, на серфе едут по улице. Ну, вы представляете себе, там, да, все прям заливало дом. И у нас в колледже у преподавателя, у нее дом в горах, у нее затопило полностью дом, в общем, там в критическом состоянии все. В общем, честно скажу, что никогда в жизни своей не думал, что меня что-то уже страшнее войны коснется, тем более землетрясение. Я никогда вообще ничего об этом не знал и не думал. И, как говорится, в общем, на моем веку, вот, 35 лет прожил, а уже было все. Ну, вот, я думал, что, ну, землетрясение, ну, точно никогда не произойдет в моей жизни. Оказывается, не зарекайте, Серега. И вот сейчас вот эти наводнения, и мне, наверное, в этом смысле, ну, не наверное, а точно очень сильно повезло, что в моей area, там, я живу в Марвиста, недалеко от, ну, между Ленисом и Санта-Моникой, и где-то там недалеко от океана, минут 15 на велосипеде ехать, 20 максимум. И благодаря, наверное, тому, что это такая, да, там, в общем, территория, я не знаю, как это описать, но, в общем, благодаря тому, что наш дом находится здесь, нас это миновало, и вот эти, вот здесь есть такие вот особенности у природы Волой, так что нежданно-негаданно, в общем, хорошо там для нас нет, и остаётся только надеяться, и что же надеяться, а заботиться, думать о своей жизни, больше уточнять какую-то информацию, всё в наших руках, да, если, давайте какой-то продуктивный вывод сделаем, да, если вы живёте в такой территории, на такой территории, где возможна, там, сейсмическая активность или в наводнении какие-то, или прочие вещи, то, конечно, лучше менять место жительства по возможности, вот, заботиться о себе, беречь себя, вот таким опытом поделился, это не длинное видео, как обычно у меня, и будет ещё одно, сейчас я по фильму «Блондинка», «Блонд», сделаю обзор, очень сильное чувство вызвало он у меня, так что смотрите на канале тоже, если, в общем, вам понравилось видео, ставьте лайк, это был Сергей Ульянов, обнял, на связи, выслышимся.